Здравствуйте! Приветствую вас на канале Горячая Новость. Наследство губернатора Фургала. Хабаровский край уходит под воду. Друзья, но перед началом видео я хотел бы с вами поделиться приятной, а главное полезной информацией. В магазине Метро шикарная акция направлена на экономию наших с вами денег. Зарегистрируйте карту покупателя по уникальному промокоду и получите скидку 20% на первую покупку при заказе от 3000 рублей в любом магазине Метро по всей России. Друзья, ссылка для регистрации и промокод в описании под видео. Лично я уже воспользовался этой скидкой и могу сказать с уверенностью, что действительно все работает. В Хабаровском крае из-за сильных дождей продолжаются паводки, сотни домов затоплены, дороги под водой. Местные власти в срочном порядке строят ограждения и укрепляют дамбы. В Рио губернатора Михаил Дегтярев в ужасе и шоке от того, сколько нужно проделать работы. В социальных сетях нашли ответ, почему так происходит, по их мнению. Экс-губернатор Сергей Фургал попросту не готовил регион к паводкам, сообщает издание «Восток Тодей». Друзья, я всем напомню, что это не моя точка зрения, это «Восток Тодей». Я считаю, что дело на самом деле совершенно не так. Я считаю, что дело, конечно, здесь обстоит серьезно, но это не вина Сергея Фургала. Это вина того, что до Сергея Фургала совершенно ничего не проводилось. Совершенно никакие работы в Хабаровском крае не проводились. И ему досталось то, что досталось. И он за два года, естественно, там чудес никаких сделать не мог. Тем более, что у него не было такой грандиозной поддержки, как и сейчас у Дегтярева. В Риву губернатора Михаил Дегтярев на минувшей неделе посетил особо пострадавшие районы. По его словам, в поселке Корсакова, 2, сложилась особенно страшная картина. В районе затоплено 29 домов. Многие люди живут на вторых этажах, либо уехали. Чиновник добавил, что страховые компании не хотят сотрудничать с хабаровчанами. Так что им остается надеяться только на государство. Также Дегтярев отметил, что эту территорию можно признать непригодной для проживания, расселить людей и выплатить им компенсации. Есть и другая идея строительства дамбы. Однако местные жители склоняются больше к первому варианту, так как им надоело тонуть каждый год. Дегтярев в своих социальных сетях отметил, что каждому пострадавшему от паводков в Корсакове, 2, будут применять индивидуальный подход. Желающим, которые будут против жизни в городе, выделят безопасную зону для строительства новых домов. Кроме того, муниципальные и краевые власти готовы помочь с юристами и нотариусами. Людям некогда собирать бумажки, им надо спасать имущество. Отдельно Михаил Дегтярев рассказал, что в Росводресурсе в прошлом году никто не подавал заявок на финансирование. Как заявил Михаил Дегтярев, Сергей Фургал обещал это сделать, но все так и осталось на своих местах. Друзья, еще раз напомню, что это точка зрения не моя, точка зрения это изданием, какое я называл, точка зрения это также. А Михаил Дегтярева, с чем я полностью не согласен. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте классы, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok